Магомед Шарипов пообещал улучшить свою выносливость, это его ответ болельщикам, которые за него переживают. «Многие критикуют мою выносливость, не задумываясь, сколько энергии может отнимать нестандартная работа в поединке. Я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков, но, конечно, функционал будем подтягивать по-любому», написал Магомед Шарипов в Инстаграм. «Зрелищность в бою или простая победа без риска, чему бы вы отдали приоритет?» спрашивает Магомед Шарипов у болельщиков. Напишите, ребята, как бы вы ответили на этот вопрос, пишите в комментариях. Вообще, хороший вопрос. Знаем, что в статистику зрелищность не засчитывают, тем более, когда ты в двух шагах от титульника, рисковать уж точно не стоит. Не зря же говорят, что иногда для достижения результата надо пожертвовать зрелищностью, ведь победителей не судят. Напомню, друзья, что крайний свой поединок Магомед Шарипов провел в мейн-ивенте ноябрьского турнира UFC в Москве. Он победил единогласным решением судей Келвина Кеттера. Макс Холлоуэй объяснил, почему все еще уважает Конора Макгрегора. По мнению Макса, все, что Макгрегор говорит или когда-либо делал, всегда оставалось лишь в интересах бизнеса и не затрагивало личного. Давайте послушаем слова Холлоуэя. То, что говорит Макгрегор, это бизнес, а бизнес есть бизнес. Может случиться так, что ты пересечешь черту и это станет делом личным, но Конор такого никогда не делал. Он никогда не переступал черту и это я уважаю в нем. Мы с ним обменивались выпадами, но это просто бизнес. Отмечу, что свой следующий поединок Холлоуэй проведет уже 14 декабря на турнире UFC 245 против Александра Волкановски. А что касается Конора Макгрегора, он вернется в начале следующего года и соперником его станет Дональд Ковбой Сироны. Вернемся к словам Макса Холлоуэя. Он отмечает достойное поведение и отношение к себе от Макгрегора говорит. Был из поединка с Артегой и даже когда выходил на поединок против Эдгара, Макгрегор поддержал меня. У него есть сердце. Он человек, как и мы все. Случались и в его биографии плохие, досадные происшествия. Он просто делал неправильные вещи в неправильное время, но этот парень – человек. Вот и все, рассказал Холлоуэй. Ребята, можете, кстати, получить приятный бонус по этому промокоду. Менеджер Хабиба заявил, что Конор Макгрегор выбрал самый легкий поединок из всех возможных. Он имеет в виду Дональда Сироны. А вот с Жастином Геджи, по мнению Абдалязи за Конору, было бы намного труднее. Я рад за ковбоя, он получил поединок, я все еще уверен в его победе. Но Джастин Геджи – это тот оппонент, которого нужно было выбирать, чтобы заслужить титульный поединок в легком весе. Когда вы деретесь с Джастином, то у вас есть лишь два варианта победителя проиграть, а Конор знает об этом. Но все в порядке, заявил Абдалязи. Отмечу, что Абдалязи является менеджером Геджи, а в своем крайнем поединке Хайлайт как раз-таки финишировал Дональда Сироны. Напомню, друзья, что поединок Конора Макгрегора и Дональда Сирона возглавит ивент UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе, Невада, США. Дата – 18 января 2020. Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов начнет готовиться к поединку с Фергюсоном, представители команды Хабиба заявили, что он собирается начать полноценную подготовку в начале следующего года. Вот коротко из того, что рассказали члены команды Орла. Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме, целенаправленная подготовка может начаться уже в начале следующего года. Кстати, известный боксер Рой Джонс высказался в адрес Хабиба. Фергюсон очень хороший боец, но в данный момент Хабибу нет равных в партере. На самом деле, в стойке ему тоже нет равных, ведь его так никто и не смог там переиграть. Для меня есть два бойца, которых, на мой взгляд, никто не сможет победить в ближайшее время. Первый – это Хабиб Нурмагомедов, а второй – Джон Джонс, рассказал Рой. Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона был анонсирован на этой неделе. Поединок должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Интересный факт, друзья, что UFC до этого четыре раза пытались свести Хабиба и Тони в октагоне, но их бои постоянно срывались по разным причинам. Два раза из-за Хабиба и два из-за Фергюсона. Вот такой у нас получился интересный выпуск. А еще обращаюсь к вам, друзья, кто досмотрел до конца. Вы самые внимательные и лучшие мои зрители. Проверьте, чтобы у вас был нажат колокольчик, так вы всегда будете в курсе свежих новостей. На этом все, увидимся в следующих выпусках и до скорого.